Переходим к представлению пары бойцов. В синем углу октагона, боец из Узбекистана. Ему 21 год, его рост 174 сантиметра, его официальный вес 78 килограмм. Он мастер спорта по турон, мастер спорта по кикбоксингу, призер чемпионата Узбекистана по кикбоксингу. Его профессиональный рекорд, одна победа, ноль поражений. Боец вышел на этот бой при поддержке компании Тимфар. В синем углу октагона, Одинхол Камбола. Граждану углу октагона, его оппонент в этом бою, боец из Казахстана. Ему 23 года, его рост 176 сантиметров, его официальный вес 73 килограмма. Он КМС по рукопашному бою, призер Алматы по ММА, призер чемпионата Казахстана по Камболу. Его профессиональный рекорд в октагоне, ноль побед, одно поражение. В красном углу октагона Дидар Алибхан! Рефери в октагоне Халил Мабиев. Бойцы на середину. Бойцы на середину. Бойцы на середину. Бойцы. Бойцы. Бойцы правила знаем, не нарушаем, не работаем. После команды стоп, прекращаем все действия. Пожарили руки. По углам. Первый раунд. Адильхон Камолов из Узбекистана против 23-летнего Дидара из Казахстана. Ну и первый раунд. Порез готов? Порез готов? Порез готов? Первый раунд. Бой! Итак, поехали. Как говорится. Ну и вот здесь все нормально. Здесь обменялись таким приветствием спортсмены. Ну и начинает Дидар Алипхан поддавливать своего оппонента. Начинает работать первым номером, но это всего лишь начало. По-прежнему оказывает давление. Ну и первым успел нанести удар. Здесь ответная работа ногами в исполнении Камолова. Дидар Алипхан. То, что будут оба работать стойки, в принципе, сейчас понятно. Правда, Дидар Алипхан готов внизу поработать. Ну вот достойный сейчас ответ, но все-таки на отходе. А здесь удар с разворота разорвал дистанцию и, возможно, благодаря этому избежал, да, неприятностей Дидар Алипхан. Ох, какой бэквист сейчас закладывает. Ну а здесь уже вниз переводит Надирхун Камолов. Ну что там, качество заклада отсюда мы не видим. Неужели будет еще одна досрочная победа сейчас? Сейчас удушающий мы видим. Нужно двигаться, нужно крутиться лево-вправо Алипхану. Ну а Дидар, такое ощущение, что там очень серьезные у него неприятности. Хотя пока, пока нет. Пока все-таки держится. Ну и такое ощущение, что все-таки здесь удастся, да, выйти из этой позиции. И выходит Дидар. И начинает активно наносить удары сверху. Поднимается Камолов. И отсюда можно попытаться бросить. Хотя, наверное, не самое лучшее решение. Продолжает, да, вот так пробивать по лицу. Из-под корпуса в том числе. Ну и активно, активно сейчас действует. Ну что, будет пытаться отсюда уже как-то... Ну, хотя там уже и руки, да, завязал, увязал. Камолов меняет позицию. Ну, уже, так скажем, преимущество сейчас, да. Ну, все-таки поднимается, поднимается Камолов. Попадает, попадает сейчас. Алибхан очень серьезный вот такой удар сверху пропускает. Удар молотом. Пытается развернуться Камолов. Активно здесь и ногами работает. Да, ситуация Алибхана незавидная сейчас. Да, уже немного у Камолова сейчас. И активно руками начинает работать. Да, Алибхан, конечно, тоже весь в движении. Нужно исправлять эту позицию, менять позицию. Да, длинные руки сейчас позволяют Камолову добраться до Кадидара Алибхана. Да, вот так первую минуту очень быстро пролетели. Ну, и таким образом... По-прежнему, по-прежнему Камолов. По-прежнему Камолов сверху. Ну и, так скажем... Ну, пока у Дидара мало что получается, да, уйти отсюда. Начинает по лицу наносить удары. Да, буквально сейчас обездвижил Дидара Алибхана. Камолов. Вот что-то получилось. Правда, это не до конца. По-прежнему заключительная минута. И сейчас вот эта минута, она, так скажем, определяющая для Дидара. Нужно ему выстоять и постараться не пропускать удары. Но нет, сверху Камолов серию град просто ударов наносит. Понятно, что не все попадают. Ну, и таким образом вынужден рефери остановить этот поединок. Хотя, как началось, да, с бэквиста в исполнении Дидара вроде бы попал. Но, к большому сожалению, дальше уже все, так скажем, перевернул в свою пользу Дидар Алибхан. Ну, и Ахат хотелось бы вопрос по ходу. Что не хватило? Сил не хватило, мощи не хватило нашему казахстанскому бойцу. Точности не хватило Дидару. Точности. И умение работать в партере у него не очень такие высокие были. Из-за этого он не смог удержать свою позицию. Во-вторых, он с позицией не смог ничего сделать. Чисто вот такие вот моменты его подвели. Да, у Дидара Алибхана таким образом рекорд становится 0-2 уже. Это его второе поражение. Но, к сожалению, мы так и не дождались, да, того повтора его результативного, да, точного удара с разворота. Ну, это уже не важно, поскольку Дидар Алибхан терпит поражение. Поражение в первом раунде, к сожалению, не смог дотянуть, да, до концовочки. И большого разочарования у своих персональных, быть может, поклонников самого себя. Дидар Алибхан терпит поражение во втором бою к ряду. Ну, и Дирхон Камулов продолжает, да, так скажем, успех своей соотечественности. Мы уже говорили, что Угилой Насимова тоже одержала победу. Это второе выступление узбекского бойца. Мы видим здесь на октагоне 29. Ну, и вот второй успех спортсмена из Узбекистана. Узбекистана из Узбекистана. Продолжение следует... Продолжение следует...